всем привет вы на канале неизлечимые цвета колечки меня зовут ира и в этом видео я покажу вам сразу две хоя инкрасата eclipse и инкрасата мун шадом эти хоя не сразу же заслужили место моей коллекции я к ним долго присматривала присматривалась первая попала eclipse а потом я до кучи для сравнения приобрела уже мун шадом и когда они уже обе подросли я готова прийти к какому-то выводу какая мне больше нравится и тут я прям точно без сомнений скажу что нравится мне больше eclipse почему потому что лист у нее более выразительный она в принципе не дает мне зеленых листьев они стоят на в одном помещении только вот мун шадом освещением больше у эклипса поменьше освещение и и при том она не скажу что прям такая вот прям блонтинистая но мун шадом вообще вытворяет такое вот вот такое вот вытворяет что скорее всего она у меня на выход из коллекции будет стоять скоро пока конечно не знаю посмотрим на это летом на это на это сезон как она будет вот зиму она росла в арикантности есть у нее ну почему она ее так не торопится раскрыть показать мне не знаю ну и сами листья не скажу что они прям большие по ощущениям у эклипса лист плотнее у этой же такой вот мягкий вы видите как он гнется эти листья зрелые у них есть все таки отличия не только в том что одна альба другая в арикат у них есть еще отличие в даже я скажу что по форме листа все таки шире лист у эклипса я не буду конечно показывать вам один десятый лист все они в принципе широкий у нее вот но сам красивый конечно у нее ну немного самых красивых она тоже что-то по размеру мне тут придумывает есть листья где есть в арикантность но такая вот не ярко выраженная кстати и на южном окне стоят оба обе то есть напротив южного окна не на самом окне и при этом ожогов они не получают а это она какая-то более узкая у нее нет такого широкого листа вот даже вот самый большой лист он все-таки больше длинный чем широкий по уходу здесь мой стандартный грунт у той тоже глиняный горшок полив так как они в одном месте полив тут у них точно в один день то есть одинаковые можно сказать условия плюс-минус у них освещение чуть-чуть разное потому что ну как сказал вот это поближе к свету это чуть прям подальше но там какие-то 20 сантиметров вообще никакой роли они не должны играть но есть разница я думаю что скорее всего они просто вот сами по себе разные несмотря что это все и красота но разница есть растут они не быстро я не помню сколько ну вот это у меня молодая и может быть полтора года это постарше ну плюс-минус ей два года ну хотя в принципе нормальный темп да я думаю нормально резать я их резала очень мало в этом году будут у меня в продаже уже побольше укорененных насчет этого вообще думаю может быть вообще избавлюсь не знаю но вопросительно в списке стоит цвести они не цвели конечно же конечно же еще наверное молодые поэтому я цветение еще не наблюдала это она у меня упала потому что опора у нее достаточно высокая где-то где-то метр опора вместе с горшком она у меня шлепнулась горшочек у нее смотрите небольшой даже не скажу не скажу уже сколько диаметр ну вот я могу его обхватить рукой такой горшочек и я чувствую там очень много корней она быстро пересыхает у меня я ее поливаю прям так обильно стоит она на проходном месте у меня и часто кто-нибудь задевает она у меня шлепается то есть она у меня падала раз пять наверное точно такая самая летающая хойка из моей коллекции ну это тоже конечно интересная ну вот что делать с ее вот этой зеленью ствол смотрите какой прям яркий желтая и тоненькие полосочки зелени где вся эта ее лейкантность не знаю когда я ее уже дождусь может быть какой-то у нее переходный возраст вот такие две похожие но разные хойки я вам показала в этом видео если у вас остались вопросы спрашивайте подписывайтесь на канал всем до скорых встреч пока 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 Продолжение следует...